Жан-Батист Мольер Версальский экспорт Пьеса-репетиция Репетирует сам Мольер с артистами своей труп. Репетируют они одну из его пьес. И во время репетиции, в процессе репетиции, рождаются и возникают важнейшие для театра этические и эстетические вопросы. Да, я знаю, что я рала. Я всегда провожу последние часы перед спектаклем со своим персонажем в Крымбурной. Вы понимаете? А всё остальное потом там, на сцене, это продолжение, начат его действия. Что такое? Откройте, откройте, спектакль состоится, откройте. Вы ж не можете оставить меня здесь, под проливным дождём. Дождь, дождь, ему не от конца. Откройте, театры всегда должны быть открыты, как церкви, потребность в Боге. И в искусстве, может быть, в любую минуту. может быть, придут долгожданные сроки, и правда пройдётся по всем временам, чтоб в будущей жизни усвоить уроки и помнить опричников по именам. Сокрытый вельможа, чиновник кропателем, что плоть надрывая невинных травил. Один был доносчик, другой был предатель, а этот завистник, а этот в крови. Для того, чтобы попасть в природу чувств, произведения, необходимо понять атмосферу, в которой творилось это произведение. Атмосферу, в которой творил автор. В данном случае у нас Мольяр. Во времена Мольяра было множество театров, направлений театральных. И, конечно, Мольяр был, безусловно, лидер в этой когорте театральных режиссеров, режиссеров, драматургеров, которые имели свои особенности, свои направления. Для того, чтобы это не было такой деканации, нам не надо буквально погружаться в ту эпоху, а нам необходимо спроецировать на сегодняшний день. То, что происходило тогда, надо соединить с сегодняшним днем. Но, как пример, вот у нас в Ленинграде был тоже лидер, несомненно, театральный лидер, замечательный большой режиссер, это Георгий Александрович Установов. В Москве было замечательных много направлений режиссеров, как Анатолий Эфрос, удивительное направление у него было. Олег Ефремов, который создал современную, Юрий Любимов, Валентин Плучик, даже с отзывами, Марк Захаров, вы все знаете. И вот такое задание вам. Надо сделать наблюдение за вашими любимыми режиссерами. Да? Только, опять же, наблюдение – это не карикатура, не шанс. Не опускайтесь до капустника. Это должно быть серьезное проникновение в их мировоззрение, в их методологию, то есть их метод репетирования, да, их направление, их убеждение, принципы. Вот это все надо попытаться сделать. Так что, давайте, пробуйте. Я режиссер, да? у меня где-то более 70 спектаклей, да? Как говорил мой мастер, количество переходит в качество, поэтому я сейчас как бы, ну, в хорошей творческой форме, если так можно выразиться. спектакли я ставлю быстро, самые долгие три недели, ну, потому что я клад для директоров театра. Ну, я говорю, мне нужно то, то и то. А мне говорят, этого, этого, этого нет. я говорю, я, 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 я же как, ну, пользуюсь мудростью предков, да, своих предков. Пришел, увидел и использовал то, что есть. Значит, я из тех режиссеров, которые сразу, вот, сразу говорю актерам, да, вы прошли кастинг, мы с вами делаем проект, значит, моя задача вас не любить, да, то есть я сразу честно говорю, это с первых моментов репетиции, то есть у нас не будет, конечно, никакой дружбы, никакого домашнего театра, вот, чтобы не было иллюзий, да, значит, потому что между режиссером и актером тотальная пропасть. Значит, да, ну, моя задача организовать снятие крышки с головы, да, я, я снимаю крышку с головы актера, актер дальше уже выходит и охотится по, по лабиринтам текста пространства, да, то есть он охотится за разными частями зрителя, за сексуальностью, за мозгом, да, моя задача только организовать снятие крышки с головы. Добрый день, меня зовут Александра Афонская, я режиссер, я окончила театральную академию в 2003 году, и с этого момента я практикующий режиссер, работаю в разных городах России, я ставлю спектакли, а также в ведущих театрах Санкт-Петербурга. Благодарю вас за доверие, мне очень это приятно, и я бы хотела поговорить о том способе работы, в котором мы сейчас будем существовать. Мы взяли работу пьесу «Бизантроп» Мольера. Это непростой материал, потому как это комедия, а на мой взгляд, тут речь идёт о человеческой трагедии, в первую очередь. Почему? Вот мне бы хотелось, чтобы работая над этим материалом, мы коснулись проблемы самоидентификации себя как личности в нашем пространстве жизни. Кто такой «Мизантроп»? «Мизантроп»?» Мне бы хотелось, чтобы мы по-настоящему попытались понять, кто это. Без каких-то наносных представлений, без каких-то штампов. действительно попытались найти болевую точку этого человека. В чём, собственно, его личностное высказывание? Ну, для меня, допустим, «Мизантропа» — это такое дикое животное, манул, оно занесено в Красную книгу, потому что оно сейчас вымирает. Это такой обитатель степей. Дело в том, что манул — он категорически не может существовать рядом с человеком, потому что он просто не имеет никаких способов защиты. Обыкновенные кошки, как правило, опускаются в драку и отстаивают себя когтями или зубами. Этот же кот перед человеком, он просто замирает. Просто замирает. Я прошу прощения, мне нужно прерваться. Тут возникает вопрос, да, как же начать репетицию, как построить саму репетицию. Значит, для меня здесь важен, в первую очередь, вот какой-то короткий, может быть, импульс, да, вот сигнал какой-то, вот момент. То есть, что такое? Пришла актриса на репетицию, да, она меня боится, естественно, да, я её тоже боюсь. Мы не знаем, как строить. Я жду какой-то импульс, и дальше пошло-поехало. Тут, мне кажется, это важно сейчас не бояться быть, не бояться быть живым, да. Ну вот чтобы вот, спрашивает меня, да, допустим, актриса, вот скажи, как это играть, да. Я говорю, ну вот как-то так. Как так? Ну я говорю, ну вот так, вот следи за моими руками, да. Вот как-то так. Оп! И она играет, да. И хорошо. Дальше, значит, очень важно по автору. Значит, вы знаете, есть, я как бы давно уже пришёл к таким выводам, да, автора нужно убить, то есть нам все вместе, да, вот актёрам, и мне вместе с актёрами, да, нам нужно всем вместе сесть, и вот мы сели за один стол с Мольером, мы с одной стороны, он с другой, да, и мы его целенаправленно убиваем. Это будет первый этап наших репетиций. Дирекция хочет, чтобы это было какой-то, ну, хрестоматийный какой-то спектакль, да. А я подумал, ну как бы, ну как бы, это не очень выгодно, да, для театра. Ну, можно же просто взять, прочитать пьесу, да, ну как бы, основу. А театр это же всё-таки какое-то действие, да, действие. Ну, игра, игра, чтобы скучно не было, да. Вот это будут такие новые ходы, пластические решения. Вот, чтобы действие было какое-то, действие, не меньше слов, да. Мало слов будет, много действий, чтобы зритель не скучно было, понимаешь, не скучно. Вот. Ну всё, завтра первая репетиция. Текст, 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 текст. Понял, да, текст. Я вот говорил с моим студентом третьего курса, на которых очень сердит. Я говорил, что ну нет лучшей профессии на Земле, чем режиссёр. Потому что он и актёр, и педагог, и психолог, и вообще образованный человек, и психотерапевт, и логопед. Ну, такая гамма возможностей в режиссёрской профессии, что сейчас на ходу не сформулировано. Оглянись не в огне небе, а в смятенье и горести, Не боясь от стыда и прозрений сгореть. Назови свои беды по имени совести, Чтобы их узнавать, если явятся впредь. Назови свои беды по имени совести, Чтобы их узнавать, если явятся впредь. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...